Есть вещи, которые категорически нельзя держать на столе, чтобы не навлечь на себя неприятности и бедность. Итак, на столе не должна находиться пустая посуда, пустые чашки и тарелки, пиалы или что-либо другое. Пустая посуда на столе притягивает бедность и финансовые проблемы в семью. Пустая посуда всегда должна быть чем-то заполнена. Нельзя оставлять и грязный и неубранный стол, даже если у вас был и тяжелый день и вы устали, либо в доме было много гостей и тяжело все было убрать за один вечер. Делайте не спеша и сколько потребуется времени, стол должен остаться чистым. Если вы решили оставить фруктовницу или конфетницу на столе для украшения дома, она всегда должна быть полная. Ваза на столе всегда должна быть с цветами. Все это символы достатка и таким образом в ваш дом будут только притягиваться деньги и благополучия. А чтобы усилить этот эффект, положите под скатерть купюру любого номинала и под купюру лавровый лист. Ключам также не место на вашем столе. Они могут закрыть дверь денежным потоком, привлечь в дом бедность и нищету. Ключи на столе также предвещают и ссору в доме, либо дальнюю дорогу в скором будущем, которая будет полна неприятностей. Их вообще не нужно класть где попало. У них должно быть свое место в доме и лучше, если у них будет персональный дом – это ключница. Еще вещами, которые не стоит класть на стол, являются сумка, рюкзак, барсетка. Когда вы ходите по улице с этими вещами, на них смотрят люди, прикасаются к ним в транспорте. Люди бывают разные, таким образом эти вещи напитываются негативом, а вы приносите весь этот негатив и плохую энергию и ставите это на такой важный предмет в доме, как стол. И такое действие может разрушить ваше семейное благополучие. Оставлять деньги и кошелек также не стоит на столе. Это притянет к вам в дом финансовые проблемы и разлады вашу семью, а в будущем вас будут ждать большие расходы и вам придется потерять все ваши накопления. Ножи и другие предметы, которые режутся или имеют зубья, не стоит также оставлять на столе. Особенно нож нельзя на столе оставлять лезвием вверх. Считается, что нож предназначен для того, чтобы разрезать продукты. Находясь на столе, он будет разрезать энергетику дома, что в последующем приведет к серьезным ссорам в семье и разногласиям, скандалам между близкими людьми. Вилки и колющиеся предметы приведут к кошмарам. Лучше убирать такие предметы в специально отведенные места, чтобы не навредить себе и энергетике дома. Головным убором также не место на столе. Это приведет к безденежью. Их нельзя кидать на стол, так как вы этим показываете неуважение к столу и можете навлечь неприятности на всю семью и большие ссоры. В древние времена за такой поступок даже выгоняли из дома, чтобы неприятности не напали уже на всю семью. Оставленная на столе расческа принесет вам позор и стыд. И такая ситуация произойдет с вами в самый неожиданный момент. Вы можете попасть в неприятную ситуацию, связанную со сплетнями. Ваза на столе с цветами – это очень хороший символ. Он притягивает деньги, стабильность, счастье и благополучие в дом. Когда вам подарили букет и вы увидели, что он начинает подсыхать, сразу берите его со стола, а лучше сразу и из дома. Сухие цветы притягивают в дом плохую и неблагоприятную энергию. Также не стоит засушивать цветы и держать их потом в вазе. Есть такие сухоцветы, которые поглощают человеческую энергию. Можно держать только сухоцветы, которые вы принесете из церкви или купите в великий церковный праздник. Такие цветы, наоборот, будут приносить гармонию и подпитывать ваш дом положительной энергией и счастьем. Обеденный стол – это главный предмет в вашем доме. И к нему нужно относиться бережно, аккуратно и внимательно. Также ваш стол должен быть накрыт красивой скатертью. На нем должна стоять тарелка со сладостями, тогда в вашем доме всегда будет и финансовая стабильность, и счастье, и достаток. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите «Я привлекаю деньги в свою жизнь легко» и Вселенная обязательно это все приумножит. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.